и еще раз здравствуйте значит сегодня замечательный вечер которого мы с вами хотелось бы вместе с вами посвятить таким нюансом как методикам лазерной коррекции общем общих вопросов максимально постараться раскрыть тему и я очень рада вас встретить и увидеть то хотя и вас на самом деле вижу всех ребят которые собрались по ту сторону экрана первое огромное большое к вам уважение и связано это с тем что я безу безусловно очень положительно отношусь к тем людям которые интересуются перед тем как чтобы не было сделать вообще существующих методик для начала позвольте представиться меня зовут миличу катерина сергеевна я занимаюсь лазерной коррекции в клинике xivir более 10 лет и сразу хочу заявить о том что у нас не самое лучшее оборудование нет не об этом речь хотя это тоже так у нас самые лучшие пациенты я просто преклоняю колени перед тем ребятами которые к нам приходят с подготовленными вопросами в четким пониманием того что они хотят сделать и мне только остается поставить диагноз и сказать что мы там будем и что нам можно с этой данной органической с этим зрением сделать значит итак первое самое главное что нужно сделать это понять хочу я делать лазерную коррекцию или не хочу как только вы решили я хочу нужно понять подходим ли мы для диагностики что нам необходимо первое возраст 18 лет до 18 лет мы абсолютно точно не берем после 18 лет один из важных факторов это стабильная близорукость чтобы не было прогрессии агрессия как минимум 1-3 в год вы должны подойти прийти на диагностику подготовленными это очень важно с одной стороны лазерная коррекция позиционируется как косметическая процедура но с другой стороны ребята это хирургия достаточно важная и серьезно надо быть к этому действительно готова очень хорошо если вы не накануне а хотя бы за неделю до диагностики снимите контактные линзы контактные линзы это все-таки инородное тело и она может оставлять на роговички на тех топограммах которые мы делаем для принятия решения коррекции следы скажем так отеки которые заставят нас отложить принятие решения лазерной коррекции пока роговичка не восстановится снимаем линзы желательно использовать увлажняющие капельки если речь идет о ночных линзах это более серьезная подготовка ночные линзы это как модель лазерной коррекции при которой за ночь роговичка за одну ночь принимает другую форму и затем в течение длительного времени если снять линзы она восстанавливается и одно из самых главных правил при ночных линзах это два одинаковых измерения по происшествии какого-то времени чем раньше до диагностики вы сняли линзы тем меньше период времени нам необходим для того чтобы сделать повторно отсекей то есть мы пришли говорит 2 месяца назад снял ночные линзы мы делаем измерение приглашаем через месяц на повтор если эти два измерения одинаковые говорит о том что органично уже восстановилась мы можем принимать решение о лазерной коррекции если вы вчера сняли ночные линзы мы отправляем вас после обследования месяца на 3 делаем повторы только потом принимаем решение важно на момент принятия пожелания сделать лазерную коррекцию не быть простуженным опять-таки повторюсь без контактных линз девочкам большое пожелание девочки во время диагностики мы капаем капельки которые расширяют врачок капаем мальчиком однозначно но если вы приходите с косметикой по капли наш они щипят косметика может потечь и если это попадает слезную пленку это тоже снижает качество снимка когда мы делаем оценку нашей роговички и так собрались решили подготовились и приходится как раз нам замечательную клинику для того чтобы определиться возможно проведение лазерной коррекции здесь прямо нужно сказать что хирургия на самом деле она начинается уже в кабинете на диагностике когда ты устанавливаешь контакт с пациентом ты отвечаешь на все поставленные вопросы и собственно когда вы с пациентом находитесь на одной волне это очень важно вы проходите здесь порядка 40-50 минут на различных приборах которые говорят нам общую показывает вам общую картину состояния глаза том числе несколько приборов которые устанавливают состояние роговички и после всех исследований уже хирург принимает решение о наиболее безопасной методики хочется донести до всех что лазерная коррекция как и любая другая хирургия не имеет стопроцентной гарантии мы говорим о том что есть человеческий фактор кто-то после коррекции может глазки потереть или там занести инфекцию мы говорим о максимальной безопасности которую мы можем предоставить страны клиники страны аппарат значит мы выбираем методику а если бы совсем откровенно кто методику выбирает глаз не пациент не хирург а именно глаз нуру выбирает то что будет максимально для его безопасным значит методик нашей клинике представлено огромное количество общем-то на все которые только есть и хотелось бы краткий такой обзор на данном этапе вся хирургия лазерная поделилась на два основных направления это методики связанные с формированием лоскопа из роговички делается лоскоп шлифкуется лазером укладывается на место и вентикулярные хирургии параллель можно провести такую аппендицит мы оперируем через разрез или мы лапароскопически делаем внутри роговицы собственно говоря ласик и фемтоласик это формированием лоскута лоскут формируется кератоном то есть это грубо говоря микронож до сих пор методика используется особенно если у пациента какие-то шрамы рубцы на роговице когда ты лоскут не сможешь сформировать с помощью лазеров и фемтоласик это когда мы одним лазером формулируем лоскут вторым лазером происходит непосредственно уже как формирование нового профиля роговицы дабы она правильно переносила изображение на сетчат методики смарт сайт лентикулярные которые являются лапароскопическими шикарные замечательные обожаем значит методика заключается в том что мы создаем микро доступ порядка двух максимум трех миллиметров внутри роговицы лазер путем расслаивание скажем так ткани из самой роговички формирует ту линзу которая вам мешает смотреть то есть убирает минус который вам не дает правильно фокусировать изображение и через этот микро доступ мы достаем мы не вскрываем органицу это сохраняет поверхностная ткань это сохраняет нервные окончания синдром с холл глаза гораздо реже развивается микро доступ находится под верхним веком это маленький луч и который в акте зрения не участвуют и не возникает так называемых аберрации то есть светорассеивание качество зрения максимально приближено к физиологическому опять-таки повторюсь что все эти методики по сей день имеют место быть на каждую методику есть показания есть противопоказания общих фраз по этому поводу к сожалению будет наверное невозможно перечислить потому что и придумать потому что для каждого конкретного человека методика будет своя что мы поговорим какие мысли еще хотелось бы рассказать по поводу подготовки к операции непосредственно значит на операцию пациент у нас идет состояние здоровья мы не простужены это очень важно накануне мы не носим линза девочки накануне операции за день так точно мы не красим ресницы потому что вроде как вы смыли всю косметику на следующий день эти глыбки маленькие косметические том числе и тени они плавают слезные пленочки очень нам мешают не пьем алкоголь день операции тем более мы не беременны и не кормящая мама гормональный фон должен быть нормально есть определенные противопоказания по проведению лазерной коррекции мы уже один коснулись это прогрессирующая близорубкость это заболевание роговица в частности такие как кератоконус это заболевание которое требует других хирургических методик и связаны они с тем чтобы улучшить зрение для того чтобы стабилизировать это состояние и еще ряд некоторых состояний о которых мы в частности поговорим если такое будет у нас собственно говоря у пациента происходить значит по поводу методик еще методика лентикулярных у нас представлено две методики одна из них называется смартсайт и вторая у нас называется методика Клир они проводятся на разных аппаратах один Швейцария второй у нас Германия в чем их принципиальная разница методика Клир позволяет убрать близорубкость минимальную минус 0,5 и это ее огромный плюс методика смартсайт делается от полутора диоптрий но плюс ко всему есть вернее плюс в этой методике она позволяет убрать до 12 диоптрий при хороших исходных данных по поводу возрастных изменений часто спрашивают не раз уже сталкивалась с тем что вот в 40 лет что мне делать операцию мне уже там 45 очень часто приходит там пациента где-то чего-то наслушавшись возраст это не противопоказание есть определенный нюанс все ребята которые видят вдаль хорошо после 40 43 45 начинают хуже видеть вблизи кто такой близорукий человек это тот кто вблизи видит хорошо и если мы человека в 40 45 лет избавляем от близорукости он начинает хуже видеть вблизи если пациент готов с минуса перейти на плюс именно для ближнего зрения это не является абсолютно никак противопоказания нужно просто понимать о том что он приобретет определенные очки для работы там за компьютером и для или для чтения если пациент это не смущает ради бога делаем лазерную коррекцию если там определенное состояние глаза мы можем попробовать даже один глазик сделать то чтобы таль хорошо видел а второй глаз сделать таким чтобы немножко у нас все-таки читал немножко разные глазки сделать опять-таки это не всем подойдет это индивидуально подбирается именно на диагностике вопросики так так планирование беременности после лазерной коррекции подглядываю потому что вопросы нам тут подготовили не все часто запомнила после лазерной коррекции в идеале в течение шести месяцев мы не беремене понятное дело что бывали ситуации ой а так получилось если вот так получилось нужно наблюдаться по поводу беременности вне зависимости от проведения лазерной коррекции девчонки обязаны наблюдаться на первом последнем триместре беременности если что случается следить необходимо за состоянием сетчатки если один глаз минус полтора второй минус 0 9 и есть астигматизм какой метод подойдет и можно ли делать при астигматизме есть такой разницы в минусе значит разница в минусе нас не очень смущает повторюсь туда мы берем от минус 0 5 даже 0 25 до 12 делок 3 и еще раз озвучу эту мысль что методику все-таки выбирает глаз состояние и мы выбираем максимально безопасно зачем так реабилитация по поводу реабилитации работа 24 на 7 больничный лист да не озвучил еще есть такие методики как фрк и транс фрк это методики так называемого запаса и методики при определенных профессиях там допустим с ограничениями по лазерной коррекции мы тоже проводим и когда у нас с роговичка мы видим пограничное состояние для того чтобы максимально обезопасить иногда используют эти методики это методики при которых дольше и болезней заживают глазки то есть у нас день операции и последующие четыре дня у нас пациент находится в течение пяти дней на больничном листе и четыре дня из этих он заживает с контактными линзами поэтому говорить о том какая методика по-разному кому-то можно через два-три дня там уже спокойно выходит на работу и зрительных ограничений нет а вот с методиками фрк или транс фрк на 5 дней придется сесть на больничный здесь опять-таки все это индивидуально и это уже конечно нужно решать непосредственно на диагностике на самой так пам-пам-пам синдром сухого глаза естественно мы синдром сухого глаза мы оценим состояние слезной пленочки и это важно и при необходимости назначаются капли добытую слезную пленку восстанавливать потому что вообще при ношении контактных линз пациент должен следить за состоянием глаза в линзах нельзя категорически спать сколько мы об этом говорим столько нас не слушают ребята это инородное тело есть правило есть правило асептики антисептики как эти линзы носить как их одевать и обязательно должно быть увлажняющие капельки если инфекция попадает под линзу это очень серьезное воспаление часто эти кератиты лечится по полгода поэтому конечно такого доводить не нужно и синдром сухого глаза на фоне там ношение контактных линз затрудняет диагностику в плане вообще возможности проведения латерной коррекции поэтому мы говорим что линза мы снимаем капли увлажняющие капать нужно для того чтобы понимать какие капли какие линзы приходите на диагностику ваше здоровье в общем-то в ваших руках мы находимся по-прежнему адресу когда удобно тогда и приезжайте так вопросики еще здравствуйте близорукость минус 6 астигматизм минус 2 роговица 490 510 какая методика подойдет не только на толщину роговицы мы опираемся при выборе методики потому что нам важен ее профиль нам важно чтобы не было равномерно и передние и задние поверхность то есть опять таки это только диагностическим можем сказать 510 грубо говоря с такими диоптерами было замечательно сделать коррекцию можно но именно что будет безопасным будет понятно после того как мы все необходимые измерения сделать по поводу да по поводу дальнозоркости еще хотела сказать вот это наша чудесная лентикулярная хирургия до которую внутри глаза формирует внутри просить органической формируют линзу мы извлекаем она не берет дальнозоркость то есть у нас этой методики только для ребят с близорукостью и там с астигматик до 12 лет переберет замечательно опять при хороших исходных на толщине роговички зачем еще нужно следить за состоянием сетчатки это касается больше ребят с близорукостью вне зависимости от коррекции уже говорил и по поводу беременности да и собственно и вне беременности девчонки должны и мальчишки следить за состояние близорукость по анатомии это такой длинный глаз то есть нас оптика не фокусирует изображение сетчатки ввиду того что глазное яблоко более длинное и когда глаз удлинен внутренняя оболочка может иметь натяжение растяжение бывает надо даже разрывы и появляются они со временем вне зависимости от лазерной коррекции и поэтому золотой стандарт на раз в год хожу девчонки по беременности и после лазерной коррекции продолжаем следить за состоянием сетчатки ну наверное есть еще у нас вопросики да сейчас нам еще вопрос дадут так и критики хорошего зрения про которую говорить на не знаю про период восстановления начали фрк значит если назначили фрк означает что только этот метод на фрк методика с длительным восстановлением остроты зрения то есть мы на пять дней находимся на больничном листе мы снимаем эти линзы с которыми вы заживаете и в течь под острота максимальная может разлиться только концу месяца то есть зрение будет достаточное для жизни но допустим там для прохождения каких-то медицинских комиссий будет недостаточно поэтому если планируете поступление нужно делать либо это заранее вот ну как правило вузы сейчас идут на уступки если мы пишем справку о том что лазерная коррекция будет проведена так тогда ты вступительный экзамен если то о чем я думаю да они берут спокойно для поступлений если заниматься спортом в принципе любая лазерная коррекция как бы кстати не позиционировали там лентикулярную хирургию на следующий день нет все таки любая хирургия должна давать ограничения мы после перелома в теннис не играем значит в течение как минимум семи десяти дней у нас такой образ когда мы наждачкой глаза не тронут мы не красимся мы ограничиваем если яркий свет то есть особенно первые дни чтобы пациенту не было желание сжимать веки солнцезащитные очки одеваем через 7-10 дней вас как правило осмотр на котором мы понимаем снимаем ограничение немножко и там продлеваем если у меня зрение минус два с половиной оба глаза и астигматизм не поможет коррекция для необходимы дополнительную операцию на астигматизм нет лазерная коррекция она должна одномоментно убрать и близорукость астигматизм астигматика это не совсем сферическая форма организа полосфера да она не всем правильную форму имеет естественно лазер удаляя ненужной диоптрии он эту асимметрию убирает 2 этапа этого делать не нужно достаточно владел так пока пока я что-то вопросов вопросов и не вижу что что-то печатается ну давайте такой пока в крае краткое резюмирование первое я захотел сделать коррекцию второе подготовился диагностике пришел и диагностику выбрали методику выбрали день операции прооперировались и пронаблюдались обязательно после операционно не надо относиться легкомысленно к этой хирургии нужно действительно быть готовым чем качественнее правильнее проведена диагностика тем более высокий результат по остроте зрения мы можем с вами получить здесь работа не только хирурга и клиники здесь еще и работа пациента что лучше при высокой степени лазерная или имплантация пакищных линз на очень бывают ситуации когда лазерной коррекции невозможно допустим у человека тонкая роговица и там минус 15 образом естественно роговицу любой лазер истончает роговицу убрать 15 диопты и мы в таком случае не сможем если альтернатива имплантации пакищных линз это такая линзочка очень приблизительно такая аналогия так как контактная линза только она ставится внутрь глаза на свой хрусталик очень помогает классное зрение да получаем но здесь надо смотреть на исходные данные то есть вот вопрос там при высокой близорукости что лучше ответить не могу на что способен глаз какие у нас исходные данные и перетенальная мембрана на сетчатке делает ли у вас эту операцию да у нас операциям занимается главный врач гурмезов егений петрович то есть вы проходите диагностику обязательно нужно делать томографию сетчатки и потом после операционно томография обязательно повторяется и и и эти операции мы проводим мне 57 лет можно ли мне сделать коррекцию в таком возрасте про возраст уже рассказывала да то есть если мы готовы перейти с минуса на плюс и роговица глаз позволяет то в принципе это не возраст не является противопоказанием хочу чтобы четко понимали что мы одни очки поменяем другие и к слову надо заметить из тех ребят которые после 40 45 сделали исправились без зрения вдаль при этом получив очки для близи еще никто не вернулся и не сказал давайте обратно потому что все таки больше времени мы смотрим вдаль даже если мы работаем за компьютером у нас окружающий мир намного интереснее а детям с какого возраста корицы делать после совершеннолетта то есть мы официально имеем право с 18 лет но с 18 лет уже такой медицинской одно из показаний это стабилизированная близорукость то есть если у ребенка там 16 было минус 4 он ко мне приходит 18 но минус 7 то естественно мы 18 не будем делать операцию по коррекции потому что он прогрессив в таких случаях надо рассматривать операции по приостановке роста глаза это так называемая склеропластика дар дает хороший результат замечательным питает задний полюс наши сетчатки глазу глазного яблока и только при стабилизации этот вопрос поднимаем через какое время можно делать после лазер коагуляции сетчатки ну средний такой момент это где-то 10-14 дней опять таки зависит от того если сетчатку укрепили не в одном участке по всей периферии то можно придется и попозже это сделать если там локальный участок по и через 10 дней а мы через 7 можно делать подскажите на на правом глазе минус 12 половины до 25 возрастом 18 лет какую коррекцию можно сделать во первых сразу кучу вопросов возникает у меня если у ребенка там 18 лет уже минус 12 25 были при проведены сперопластика был или укрепление сетчатки прогрессирует ли сейчас и если у ребенка все что вот я озвучил уже было сделано и глаз стабильный и хорошая роговица почему в принципе нет опасно ли она в смысле большой ли процент излечения осложнений продолжение вопроса про мембрану на сетчатке давайте так операциональная мембрана чревато тем что она может вызвать при своем прогрессировании просто разрыв центрального отдела могу это то чем мы смотрим и по показаниям ее действительно нужно удалять и процент скажем так риск вернее от операции гораздо меньше чем риск потерять зрение и и не прооперировал к этому есть показания то есть если там небольшая мембранка и и наблюдает если не вызывает там снижение аспарты зрения наблюдает если она уже предразумно ее надо надо ее оперировать потому что пациенту которого там окулярный разрыв в общем-то у него в центре зрения просто вот такое слепое пятно вот эти вещи нужно наблюдать нужна ли какая-то подготовка к операции какой операции лазерной коррекции все подробненько рассказала сын синдрома морфана без пластик минус 7 подвывихи хрусталиков можно ли предложить ему 16 лет во первых 16 лет нет точно с синдромом морфана нужно подвывихи хрусталик это будет сложно во первых ребенка скорее всего будет еще прогрессировать таким детишкам все равно делают склеропластику понимаешь тому все равно можем абсолютно точно не остановить рост да ну хотя бы приостановить необходимо а так надо следить посмотреть 16 это абсолютно точно нет подготовка вот к операции я и всем поняла к чему это если это по поводу операции на сетчатке то обязательно необходимо для начала диагностика и томографии сетчатки привести все свои как выписки которые были раньше мы понимали какой там отек макулярный есть или нет прогресс какие уколы делали как вы проходили терапию после склеропластики вылез материал прошло 32 года сразу были с операциональной мембрана может это связано нет это не связано 99 процентов что это не связано вылез материал вылез материал надо посмотреть потому что если он там очень сильно лежит на тканях чтобы негативного не было влияние мембрана она находится изнутри то есть она внутри все эти материалы они ведут по внешней оболочке хотя если честно вилами по воде можно все привязать но но нет перед лазерной коррекции контактные линзы за сутки и воздержаться на неделю до диагностики чем дольше вы не носите линзы тем лучше перед лазерной коррекцией хотя бы за сутки снять до чтобы у нас исключить вот и отеки и не дай бог какой-то инфекционный компонент ну пока вопросиков нет значит а синдрома морфана обязательно нужно наблюдаться и по поводу склеропластик вот тогда там она показана хотя бы лучше чтобы кровоснабжение с подвыехами надо смотреть какая степень подвыеха что там происходит какая у нас острота зрения при этом закончились вопрос таки ну насколько я понимаю на сегодня у нас с вами основные моменты вы разобрали очень рада с вами сегодня по присутствует чудесный вечер будут вопросы вы конечно пишите если что да мы еще организуем такие встречи в любое время как нам скажут как мы организуем вам здоровье приходите мы ждем его у нас самый лучший благодарю вас и снесла все